Добро пожаловать на открытую встречу группы анонимных алкоголиков, продолжающиеся полтора часа. Просьба выключить мобильные телефоны или перевести их на беззвучный режим. Убедительная просьба, потому что мы делаем аудиозапись. И дополнительно я прошу сегодня максимально воздержаться от шумов сторонних, дабы запись получилась хорошей. Меня зовут Вова, я алкоголик. Сегодня я служу ведущим нашего собрания, у Виталика по семейным делам самоотвод, попросил меня подменить. Начнем нашу встречу, как обычно, минутой молчания, пригласим Бога на наше общение и вспомним, где мы были, наших товарищей, кто болен этой болезнью, кто умер от нее, кто в срыве, кто все еще страдает, кто ищет дорогу. Продолжение следует... Перейдем к нашей молитве. Боже, дай мне разум и душевный покой, принять то, что я не в силах изменить. Мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого. Анонимные алкоголики. Это содружество, объединяющее мужчин и женщин, которые делятся друг с другом своим опытом, силами и надеждами, с целью помочь себе и другим избавиться от алкоголизма. Единственное условие для шестра – это желание бросить пить. Члены ААА не платят не вступительных, не вступительных взносов. Мы сами себя содержим благодаря нашим добровольным пожертвованиям. ААА не связана ни с какой сектой, вероисповеданием, политическим направлением, организацией или учреждением. Стремится не вступать в полемику по каким бы то ни было вопросам. Не поддерживает и не выступает против чьих бы то ни было интересов. Наша главная цель – оставаться трезвыми и помочь другим алкоголикам обрести трезвость. Эта встреча сегодня открытая, поэтому она предназначена для алкоголиков и тех, кто проявляет интерес к нашей программе. Наши гости могут также посетить открытое собрание, которое проводится каждую последнюю среду месяца или во время празднования юбилея. Как подчеркивает третья традиция, единственное условие для шестра ВАА – это желание бросить пить. Есть ли среди присутствующих кто-то, кто первый раз на собрании анонимных алкоголиков? Нет, спасибо. Проголожим чтением отрывков из нашей литературы. Программа в действии, пожалуйста. Добрый вечер, Алексей Алкоголик. Привет, Алексей. Мы лет позвечали человека, который строго следовал по нашему пути и потерпел неудачи. Не излечиваются те люди, которые не могут или не хотят целиком подчинить свою жизнь этой простой программе. Обычно это мужчины и женщины, которые органически не могут быть честными сами с собой. Такие несчастные есть. Они по натуре своей не способны усвоить и поддерживать образ жизни, требующий немаливой честности. Вероятность их выздоровления ниже средней. Есть люди, страдающие от серьезных эмоциональных и психических расстройств. Но многие из них все-таки выздоравливают, если у них есть такое качество, как честность. Истории нашей жизни расскажут в общих чертах. Какие мы были, что с нами произошло и какие мы не стали. Если вы решили, что хотите обрести то же, что и мы, и у вас появилось желание сделать все ради достижения цели, значит вы готовы предпринять определенные шаги. Некоторым из них мы противились. Мы думали, что можно найти более легкий и удобный путь. Но мы такого не нашли. Со всей серьезностью мы просим вас быть с самого начала бесстрашными в выполнении этих шагов и следовать им неуклонно. Некоторые из нас старались придерживаться своих старых представлений и не добились никакого результата, пока полностью не отказались от них. Помните, что мы имеем дело с алкоголем, хитрым, гласным, забивающим стол. Без помощи нас сильный совладать. Но есть некто всесильный, это Бог. Добретете вы его ныне. Полумеры ничем не помогли нам. Мы подошли к поворотному моменту. Все отринут, мы попросили его о подлечении и защите. Вот предпринятые нами шаги, которые предлагаются как программу выздоровления. Спасибо. Прошли по лёжу 12 шагов. чем мы, может зануть нам здравомыслие. 3. Приняли решение препоручить нашу волю и нашу жизнь Богу, как мы его понимали. 4. Глубоко и бесстрашно оценили себя и свою жизнь с нравственной точки зрения. 5. Признали перед Богом собой и каким-либо другим человеком истинную природу наших заблуждений. 6. Полностью подготовили себя к тому, чтобы Бог избавил нас от наших недостатков. 7. Смиренно просили Его исправить наши изъяны. 8. Составили список всех тех людей, кому причинили зло и преисполнили желанием загадить свою вину перед ними. 9. Лично возмещали причиненный тем людям ущерб, где только возможно, кроме тех случаях, когда это могло повредить им или кому-либо другому. 10. Продолжали самоанализ и, когда допускали ошибки, сразу признавали это. 11. Стремились путем молитвы и размышления углубить соприкосновения с Богом, как мы Его понимали, молясь о сознании Его воли, которая нам надлежит исполнить и одарование силы для этого. 12. Достигнув духовного пробуждения, к которому привели эти шаги, мы старались донести смысл наших идей до других алкоголиков и привели эти принципы во всех наших делах. 12. Многие из нас восклицали, что за режим, и не могу сказать ему до конца. 13. Не отчаивайтесь, никто из нас не смог совершенно безупречно придерживаться этих принципов, мы не святые. 14. Главное в том, что мы хотим духовно развиваться. 15. Изложенные принципы являются руководством на пути прогресса, мы притязываем лично на духовный прогресс, а не на духовное совершенство. 15. Наше описание алкоголика, глава обращена к агностику, а также истории из нашей личной жизни до и после принятия программы, выявили три существенных момента. 1. Мы были алкоголиками и не могли управлять своей жизнью. 2. Возможно, никакая человеческая сила не смогла бы избавить нас от алкоголизма. 3. Бог мог избавить и избавить, если обратиться к нему. Спасибо. У нас 12 традиций, пожалуйста. Меня зовут Оля, я алкоголик. 12 традиций. 1. Наше общее благополучие должно стоять на первом месте. Личное выздоровление зависит от единства Эй. 2. В делах нашей группы есть лишь один высший авторитет, любящий Бог, воспринимаемый нами в том виде, в котором он может предстать в нашем групповом сознании. Наши руководители всего лишь облеченные доверием исполнителей, они не приказывают. 3. Единственное условие для того, чтобы стать членом Эй – это желание бросить пить. 4. Каждая группа должна быть вполне самостоятельной, за исключением дел, затрагивающих другие группы или Эй в целом. 5. У каждой группы есть лишь одна главная цель – донести наши идеи до тех алкоголиков, которые все еще страдают. 6. Группе Эй никогда не следует поддерживать, финансировать или предоставлять имя Эй для использования какой-либо родственной организации или посторонней компании, чтобы проблемы, связанные с деньгами, собственностью и престижем, не отвлекали нас от нашей главной цели. 7. Каждая группе Эй следует полностью опираться на собственные силы, отказываясь от помощи извне. 8. Содружество анонимных алкоголиков должно всегда оставаться непрофессиональным объединением. Однако наши службы могут нанимать работников, обладающих определенной квалификацией. 9. Содружеству Эй никогда не следует обзаводиться жесткой системой управления, однако мы можем создавать службы или комитеты, непосредственно подчиненные тем, кого они обслуживают. 10. Содружество анонимных алкоголиков не придерживается какого-либо мнения по вопросам, не относящимся к его деятельности. Поэтому имя Эй не следует вовлекать в какие-либо общественные дискуссии. 11. Наша политика во взаимоотношении с общественностью основывается на привлекательности наших идей, а не на пропаганде. Мы должны всегда сохранять анонимность во всех наших контактах с прессой, радио и кино. 12. Анонимность – духовная основа всех наших традиций, постоянно напоминающая нам о том, что главными являются принципы, а не личность. 12. Спасибо, Оля. Спасибо всем, кто читал. Мы просим вас придерживаться традиций нашего собрания. Кто пил сегодня или употреблял препараты, изменяющие сознание, просим воздержаться от высказываний и только слушать. Говорить по возможности чистым, красивым языком и не спернасловить. Воздержаться от частных бесед, диалогов и советов друг к другу. Мы не обсуждаем выступления других участников, не спорим, не задаем вопросов, и стараемся делиться личным опытом выполнения программы выздоровления. Для напоминания, 12. Традиция гласит анонимность – духовная основа всех наших традиций. Все, что ты увидел и услышал здесь, должно остаться здесь. И 7. Традиция гласит Каждой группе А следует полностью опираться на собственные силы, отказываясь от помощи извне. Мы просим вас пожертвовать по возможности для обеспечения расходов группы. Новых друзей и гостей просьба не жертвовать. Во время сбора пожертвованием это открыто для объявлений группы или А в целом. Добрый вечер с именем. Зовы Влады. Я Владыр Голик. По вторникам у нас есть группа в Тель-Авиве. Я писал это где панорама, не где выплаты Абукабира. Постали с 8 до 9. Пожалуйста, те, кто хочет присоединиться, рассказать, немножко поделиться. Пожалуйста, звоните. И второе, в эту субботу я буду праздновать юбилей в Тель-Авиве. Пожалуйста, все приглашены, кто может, пожалуйста, открытали. Спасибо. Спасибо. Еще объявление. Я Владыр Алкоголик. Привет, Владимир. Привет. Я принял директор в Тель-Авиве. Пришел в Тель-Авиве. Проводится группа с 8 до 9 вечера. Желающие приехать, звоните мне, пишите в личку. Срок прежности не отречен. Спасибо. Добрый вечер. Меня зовут Вова, я алкоголик. В понедельник состоялось рабочее заседание комитета нашей группы. В нормальном формате комитета это первое заседание. Большая просьба не мешать во время ведения собрания. Спасибо. Ведется запись. Еще раз подчеркиваю, просьба воздержаться сегодня от частных диалогов и бесед. Итак, в понедельник состоялось рабочее заседание нашей группы. В принципе, в формате комитета мы заседали впервые. До сих пор наша группа решала все это, извините, партизанскими методами. Комитет создан для того, чтобы обслуживать группу, а не управлять ею. Члены комитета выдвинули определенные предложения, которые Денис любезно распечатал вот на этих листах. Листы будут лежать на столе. Убедительная просьба ко всем, кто считает группу своей, кто не приходит сюда в гости, а хочет, чтобы эта группа развивалась, прочитать эти листы внимательно. Здесь есть свободные места для внесения корректив, предложений и так далее. Листы будут находиться здесь две недели. Это не решение комитета, это предложение комитета для вас, для нашей группы, для нас. И после всех вот этих вот замечаний, корректировок и ознакомления, на общем собрании группы мы проголосуем и часть из этих предложений примем, часть из этих предложений, возможно, отвергнем. Заранее благодарю всех за участие, за интерес к работе группы. И сообщаю вам сразу, что один из пунктов, который здесь указан, в дальнейшем, если будут несколько человек на освободившееся служение, двое или больше, мы будем это производить как обычную лотерею. Просто бумажки вслепую вытянуть. Вот первый раз мы такое сделали, у нас было два кандидата на служение в понедельник ведущего группы. В результате слепого вот такого жребия получился Леша, с чем мы его и поздравим. Спасибо, у меня все, вот эти бумаги, не забудьте их просмотреть, пожалуйста. Еще объявление? Спасибо. Еще одно объявление, это открытка поздравительная для Кати. Попробуйте найти, кто еще не писал свободное место, его там мало, но попытайтесь. Все, объявлений больше нет? Отлично, спасибо, двигаемся дальше. Давайте продолжим и прочитаем ежедневные размышления. Я Жузгая, я алкоголик. Привет, Герман. 22 июня, сегодня я свободен. Это заставило меня понять, что в мире существует еще множество ситуаций, над которыми я не властью. И если я готов допустить это в отношении алкоголя, то я должен сделать то же самое в отношении многого другого. Мне надо сохранить спокойствие и понять, что Он, а не я, является Богом. Из книги «Как это видит Билл», страница 114. Чтобы наслаждаться душевным покоем, я учусь принятию любых жизненных обстоятельств. Было время, когда жизнь была для меня постоянно битвой. Мне казалось, что каждый день я должен сражаться с самим собой и со всеми остальными. В конце концов, я стал проигрывать это сражение. После этого я напивался и плакал над своей несчастной судьбой. Только позволив событиям идти своим чередом, я припоручил Богу свою жизнь и обрел душевный покой. Сегодня я свободен. Мне больше не нужно ни с кем и ни с чем сражаться. Спасибо. Спасибо, Гай. По нашей традиции мы объявляем по сроке трезвости. Желающие могут заняться сейчас. Открытый. Добрый вечер. Всем привет. Влады, я в алкоголе. Привет, Марсюр. Привет, Благодарю. Спасибо. Благодаря Богу программе, моему любимому, дорогому спонсору и всем, кто мне помогает. На сегодня я трезвую. Перегода 11 месяцев. В 28 месяцев. Добрый вечер, Александр Болик. Привет, Леонид. Я на сегодня трезвую, благодаря Богу, программе, друзьям и спонсору. 12 дней и 5 месяцев. Добрый вечер. Меня зовут Олег, я алкоголик. Привет, Олег. Благодаря Богу, высшей силе, программе, например, сегодня 25 дней и 4 месяцев. Меня зовут Игорь, я алкоголик. Примерно только благодаря программе, моему группу, спонсору. Спонсору, как я ее понимаю, всего 19 дней и 6 месяцев. Добрый вечер, Леонид, я алкоголик. Привет, Олег. Благодаря собраниям, благодаря группам, благодаря спонсору. Мишесили, естественно, поддержки с разными словами, с разными словами, с разными словами, с разными словами. На сегодня месяц и 16 дней. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер, Леонид, я алкоголик. Привет, Олег. Привет. Благодаря программе. Спасибо, друзья, в нашу группу, спонсору. Мишесили, сегодня 2 месяцев. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер, я сошла в корпусе. Привет, Светлана. Я стою в нашей программе. Мишесили, на сегодня у меня год, 1 месяц, пришло. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер, я Ира. Привет, привет. У меня, как я, не слышал, срок, конечно же, всем вам. До сегодня, я с вами с вами, с вами с вами. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Привет, привет. Благодаря вашей силе, спонсору, всем вам, 5 месяцев, 1 день. АПЛОДИСМЕНТЫ Елена Алкоголичка, привет. Благодаря Богу, моему спонсору, любимому, и группе, вам всем. У меня сегодня 8 месяцев и 4 дня. АПЛОДИСМЕНТЫ Я Вова, алкоголика, благодарен вашей силе, благодарен программе, всем, кто мне помогает. Сегодня Бог подарил мне 29 дней, 3 месяца и 2 дня. АПЛОДИСМЕНТЫ И меня забежали, я, Голик, тоже трезвый, слава Богу. И не только с помощью программы, нашей программы 12 шагов, 8 лет, 4 месяца и 2 дня. АПЛОДИСМЕНТЫ Привет, Голик. Я благодарна Богу. У меня на сегодня 10 лет, 11 месяцев. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Привет, Голик. Вычислены сегодня 17 дней, 5 месяцев и 4 дня. АПЛОДИСМЕНТЫ Привет. Привет. Я сегодняшний день передаю 7 месяцев и 8. Да, друзья, открыто. Честный день подарок от Бога. Кто еще? Я алкогольник. Привет. Привет. 9 год, 8 месяцев. Привет. Здравствуйте, Юра. Привет. Привет. Поздравляем Богу в программе «Будем вокруг меня. Я сегодня три месяца и шизни». Привет. 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 Это для плохоło приймуты «Будем спонсоры» для всем. Вbbieacje, «Будем вокруг меня». Добрый вечер всем, Александр Волик. Привет. Я в группе еще в большей силе, потому что сегодня 13 минут. Всем привет. Пожалуйста, Александр. Александр Волик. Привет, Саша. Слава Богу, 29 дней, 1 месяц. Владимир Владимирович, у меня только на сегодня, благодаря группу, благодаря программе, 6,4 месяца, 6,4 месяца. Ну, и наконец. Привет всем, привет, Катя Алкоголич. Только благодаря вам и Богу, только на сегодня, один день и один год. Ну, друзья, спасибо всем. Продолжайте приходить, все это начинается с одного дня, как это произошло с Катей. И сейчас она попытается нам поведать, как это с ней происходило. Катя, тебе слово. Оставь нам время для поздравлений. Я попробую. Всем привет еще раз, Катя Алкоголичка. Благодарна вообще видеть столько дорогих мне людей в этой комнате. Спасибо большое, что пришли. Мне очень хотелось бы отдельно поздравить Ваню с днем рождения. Пожелать счастья, здоровья, трезвости. Вот, я представляю какое-то счастье в свой день рождения быть здесь. Да, мне кажется, это здорово. Да, это здорово и классно. Вперед, удачи, с днем рождения тебя. Да. Постараюсь меньше говорить о болезни, а больше о выздоровлении. Что я сделала для того, чтобы здесь сидеть счастливой, радостной и свободной. Но придется несколько рассказать некоторые факты из моего прошлого, да, то есть каким образом я дошла, докатилась до такой жизни именно. Важно сказать, что все те вещи, которые я буду говорить, эти вещи, которые мне открылись уже по прохождению шагов, то есть на тот момент, когда они происходили в моей жизни, я таковыми их не считала, да, поймете, о чем идет речь. Я как-то у меня ощущение пятого шага уже дубль три. Вот, но я очень переживала, да, перед началом, но сейчас как-то я успокоилась. Почти. Ладно, начнем. У меня замечательная семья, у меня замечательные родители, у меня было хорошее очень детство. Я не было чего-то такого в детстве, чтобы там каких-то кардинальных событий, изменений и так далее, чтобы каким-то образом повлиять на то, чтобы я приобрела некие черты характера, которые в конечном итоге сформировали мой алкоголизм. У меня в семье не было принято выпивать, хотя мне мама рассказывала, что мой дедушка был алкоголик, хотя он умер, когда я была довольно-таки, ну, маленькая, не знаю, мне лет пять-шесть было. Но я его помню, и несколько раз, что я помню, я приходила, он был такой, разглаженная рубашка такой, это от него почему-то не очень приятно пахло, и только сейчас я понимаю, что это был перегар. Вот, но не знаю, насколько этот факт имеет место в моей дальнейшей судьбе, но родители у меня как бы, не знаю. Если у меня родители, например, собирались куда-то отдыхать, выпивать и так далее, это происходило обычно вне дома. У меня как-то, ну, не было вот момента алкоголя у меня в семье. Единственное, что я помню, очень много, меня очень с детства, я была очень реанимым ребенком, меня очень много вещей задевало. Задевало, приводило в бешенство, я обижалась очень легко, заводилась с полоборота, я много проводила времени одна. Мне комфортнее всего было вот дома, в комнате своей, да, полупаться, заниматься какими-то своими делами. Мне это нравилось намного больше, чем общаться с людьми, с подружками, там, гулять и так далее. Хотя родители мне всячески, всякими, там, кружками и так далее пытались, да, помочь мне, направлять меня по жизни. На самом деле, счастье, единственное, я испытывала, вот, находясь, находясь одна. То есть, очень любила проводить время препровождения, читая вот книги, всякую фантастику и так далее, да, то есть, живя вот в тех мирах. Я вот реально сутками могла читать. И вот это вот то, что мне нравилось. Так служилась моя судьба, что родители меня в довольно-таки раннем возрасте были вынуждены отправить в страну. У меня есть старший брат, он уже жил здесь год, и когда они меня отправили, то есть, ну, реально вынуждены были отправить, я сдала экзамены и по программе, да, государственная приехала сюда. Те чувства, которые я испытывала, находясь здесь, на самом деле, я думала, что все, вот она, взрослая жизнь началась, я в ответе за себя и так далее, и тому подобное. Я, как и часто, вот, я не знаю, мне кажется, у многих так бывает, у меня так было всегда. Я очень хорошо начинаю, но как-то вот у меня только на начало меня хватает, да, то есть, какие-то мысли позитивные, настрой хороший, у меня недолго я держался. И на самом деле, я очень быстро почувствовала вот это чувство невероятного одиночества. Мой брат был в стране, но он служил в армии, я чувствовала себя абсолютно одна. Я помню, там, слезные письма родителям писала, как мне плохо и так далее, даже не думая о том, что, насколько они переживают обо мне. У меня мама до сих пор, вот, у нее есть обиды на сама себя, что она так рано меня отправила из дома. Я говорю, мама, ну, смотри, ну, я же, ну, я же живая, здоровая, все все равно хорошо. Я говорю, значит, так жизнь должна была распорядиться. Момент алкоголя довольно-таки быстро влился в в мою жизнь, и для меня на тот момент, мне было 15 лет, был этот момент, вот, как казаться взрослой, вести себя как взрослой. Я не знаю, подкуда у меня такая манера поведения вдруг взялась, потому что, опять же, перед глазами у меня не было вот там вот этих выпивающих людей, которые вели себя как взрослые. То есть, ну, в моей голове вот именно вот так вот выглядел человек. То есть, у меня потихоньку сформировалось мнение, что взрослый человек – это тот человек, который делает, что хочет. Вот он, его жизнь в его руках, вот он ей распоряжается тем-либо иным образом. И на самом деле вот эта мысль настолько глубоко поселилась во мне, что потом я, основываясь на ней, наломала очень много дров. Выпивали на дне рождения втайне, да, находясь в панимее, это то место, где я жила первые три года. Но почему-то мне не понравился алкоголь сначала на вкус, но мне очень понравился эффект, который он у меня произвел, потому что я вдруг почувствовала некое единение с теми друзьями, которые со мной находились. У меня вот эти чувства одиночества меня немножко отпустила, думаю, в меня он реально предал мне некие силы, по крайней мере, вот на момент этого питья. Просто у меня четкая картинка перед глазами, да, как мы в душе бухаем, вот, потому что могли попалить и выгнать. Почему-то вот с этого момента и в дальнейшем я была последняя, кто вставала из-за стола. Я была последняя, я перепивала всех. Мне это казалось всегда очень чем-то таким, ну, чем-то очень клевым, да, очень крутым, очень замечательным и клевым. И я думала, что другие люди слабее. Ну, они не могут выпить нормально, а я могу, а мне классно. Да, то есть я из тех людей, которые пили-пили-пили, потом шли, вырывали, а потом опять возвращались за стол. Таким вот образом, я помню, через, где-то через год, в 16 лет, я тоже так, это мне удалось попробовать травку. Я помню, тоже это считалось очень нечто запретным, таким классным. То есть за все эти вещи меня выгнать смогли из страны. И если бы узнали, меня бы выгнали из страны, но меня это не пугало. Меня заводил вот этот вот момент, что я иду против системы. Я позволяю себе делать то, что запрещено. Мне все это сходило с рук. Все, что мне вот вбредет в голову, не сходит с рук. Покидать ночью пневмью, где-то кататься, там где-то что-то. То есть абсолютно вседозволенность, безнаказанность. Через год я попробовала травку, и так помню, мне кто-то, одна из моих одноклассниц подошла и сказала, ты что, это же первый шаг к тяжелым наркотикам. Я такая, ай, я тебя умоляю, там, что ты мне здесь чешешь и так далее. Это мне было 16 лет. Через два года я сидела в туалете яхты, на которой я работала в свое время в Эйлате. Вот, и искала на самом деле место в Вене, куда можно внести наркотик. То есть это то, что случилось за мной за два года. Все это время армии и так далее, то есть тоже я творила абсолютно, всегда против системы. Я всегда, вот это мое истинное было кредо, мне всегда нужно было, я всегда вот искала вот эти обходные пути, чтобы сделать так, как я хочу. Мне не интересовало, что это против правил, против закона, против всего. Я ни разу не ловилась, меня ни разу не ловили. Меня вот каждый раз вот так вот мне удавалось обойти. И наказаний в армии у меня никаких не было, и там меня однажды послали на проверку наркотиков, и вот мне должны были найти их. Они у меня были в крови, у меня не нашли их. У меня реально их не нашли. Да, еще было несколько моментов, когда всех моих друзей ловили, открывали им дела в армии, а каким-то образом там за час до их, до прихода полиции я уходила. То есть, ну, я поняла, что мне реально вот с рук сходит все. Мне это больше уверенности дало, да. То есть, ну, таким образом моя жизнь развивается. Мне кажется, знаете, вот этот вот момент, что вся жизнь впереди, я хозяин своей жизни, как захочу, так и будет. Вот это вот такой размах души. Я пошла в армию, мне меньше, чем через полтора года меня выгоняют из армии по медицинским показателям. У меня были проблемы с печенью. То есть, у меня в 20 лет, мне еще не было 20 лет, 19 с чем-то, у меня были проблемы с печенью. Я была уверена, что это из-за того, что я сделала татуировку новую незадолго до этого. Мне в жизни не приходило в голову, да, что это может быть связано с какой-то наркотической моей жизнью, то, что я бухаю как не в себя, да, там по 80 литров пива в день. То есть, ну, это вот виновата, вот все, что угодно, кроме этого. Находясь, вот, то есть, я вот рассказываю, да, и вот в тот момент своей жизни я очень пренебрежительно отношусь вообще к наркоманам и алкоголикам. Фу, отброс общества, бомжи, фу. Я вот, я вот так вот, я вот, я пью, когда хочу, вот этот момент, да. Я хочу, правда, всегда и постоянно, даже когда в меня не лезет, я почему-то пью. Я пыталась над этим задумываться, но на самом деле, вы знаете, как только стопор. Я не могу развить свою мысль в этом направлении. На тот момент я реально пыталась, ну, я вижу, что что-то, возможно, тут не то. Ну, вот дальше, чем задуматься, что что-то не то, у меня блокировка. Все. Я думала, ну, окей, значит, я сильнее, чем другие. Это кто-то, то объяснение, которое я себе находила. Когда я вышла из армии, я поняла, что мне с наркотиками не по пути, с тяжелыми. Я оставила для себя траву, и, то есть, мое физическое состояние на отходниках стало ужасным. И поэтому, даже сейчас, зная рецепт приготовления, мне для этого ничего, да, не нужно, мне нужно сходить в аптеку, мне не нужно покупать, искать еще что-то. Просто в аптеку, да, это простой способ, я не иду это делать. То, что я помню, как мне было хорошо. Я тогда особенно переключилась на бухло. Мне реально казалось, что так, как я живу, живут все. Кроме вот этих вот затрыпанных людей, у которых там дети, покупки какие-то, мошканты, там еще что-то. Думаю, люди не могут жить нормальной жизнью, вот не могут, вот они загнаны в эти какие-то рамки. Я вот, ну, чувствовала себя реально как вот королева по жизни. Я делаю то, что я хочу. Мне тогда казалось, что я делаю то, что я хочу, и пыталась от этого найти кайф. Жизнь продолжалась, и на самом деле, вот последние лет 10 я даже толком не могу вспомнить, у меня некими урывками какие-то события. Могу сказать, что 18-летие, например, я праздновала, до сих пор не помню события этого дня рождения, потому что мне была подарена бутылка абсента, пакет травы, и типа 12 экстази. Я реально не помню, что там было. джентльменский набор, да, и удивительным образом, что вот со мной ничего, в принципе, такого страшного не происходило. Терялись вещи, да, то есть что-то, что-то это, ну, каким-то образом каждый раз меня это уберегало. годы проходят, но, на самом деле, сейчас я вижу, что безумие, как я относилась к миру, как я вела себя с людьми. У меня обычно было хорошее настроение, да, ну, потому что обычно я там была либо выпившая, либо накуренная. У меня было хорошее настроение, но если случается тот день, когда у меня плохое настроение, а это могло меня завести с какой-то очень фигни, страдали все вокруг. Мне на работе знали ко мне не подходить. На работе. Мне не позволяли работать, меня начальник управлял домой. Как вы думаете, это нормально, когда начальник на это рождение дарит пиво, позволяет его пить на работе? Я не знаю, ну, кому-то дарит там тортики, кому-то дарит, я не знаю, там, картиз в Зару. Мне два пузыря, они, да, да, я такая обрадовалась, естественно, две пузырями это не закончилось, он еще додумался подарить это еще в 10 утра. Да, то есть к 4 часам дня вам не было уже не знаю, литров 8 пива, но он же не видит, что я там меняю бутылки. Главное покупать тот же самый сорт. Главное покупать тот же самый сорт и ныкать. Вот. Я... Моя жизнь не меняется. Моя жизнь, у меня день за днем похож на себя. Я вечером, я утром просыпаюсь не такая, пытаюсь кем-то образом прийти в себя. Я иду на работу, работаю, это работа. По воскресеньям я не хожу на работу. У меня определенный момент начальник перестал даже мне звонить, потому что я выдумаю какую-то фигню такую нелогичную, либо не буду отвечать. Неплохо, как я могу пойти на работу? Я отхожу от выходных. Потом вот эту вот неделю пытаешься наверстать, с чувством жалости, не жалости к себе, обиды, и вот такой вот перед начальником, так вот, да, каким-то образом пытаюсь его задобрить, замолить предыдущей работой. Потом только-только вышла из офиса, сразу в ближайший киоск, и уже по дороге домой начинаешь бухать. Начинаю я бухать. А дома мужик, а он ворчит. Он ворчит, почему я постоянно пьяная. Я думаю, что тебе не нравится? Я дома убираюсь, деньги в дом приношу, готовлю. Что у тебя? Я так отдыхаю. Какая разница, пьяная я или трезвая? Какая тебе разница? Неужели, ну, я один и тот же человек? Оказывается, нет. Оказывается, да, то есть под влиянием алкоголя я, оказывается, очень агрессивный человек. Я это поняла, потому что в конечном итоге у меня вокруг окружения никого не осталось рядом со мной. Они не готовы были общаться, когда я была пьяная, а я пьяная была всегда. На самом деле, где-то в сентябре мой мужик сказал мне, знаешь, я ставлю тебе условия. Он говорит, не пей 21 день. Я сказала, как мне фиг делать. Я день не пью, два не пью, три не пью. Чувствую мне некомфортно. Я не привыкла не пить. Для меня нелогично не пить. Я раздражительная, дискомфортная. Я пошла, взяла на курилос. Он такой, нет, говорит, это так не считается. Говорит, ты должна быть трезвая полностью 21 день. Я пробую, пробую, пробую. Один, два, три дня. Я не понимаю, как это происходит. Я в киоске, я с открытой бутылкой уже, да, и уже так. Вот это вот так вот себя. И я не понимаю, как это происходит. То есть после нескольких глотков я вдруг, ну, нахожу себя вот. Ну, а что теперь, это во мне, что теперь останавливаться. Да, вот как у нас в книге был написан. Ну, теперь уже я могу дальше взойтись. На самом деле мне стало страшновато. Потому что я была уверена, что я пью, когда хочу, и я делаю то, что я хочу. А здесь нечто, что каким-то образом я знаю, что мне нельзя, и мне уже самой стало интересно поставить этот эксперимент, а я не могу прекратить. Я не могу. И мне на самом деле страшно. И так мне было где-то до октября, наверное, вот так вот, где-то, смотрите, с конца августа до октября. Я пыталась вот так вот остановиться, и я не могу. Я уже сказала, что у меня есть подружка, которая на тот момент была год трезвая. Она мне рассказала, что пошла в рейп-центр и так далее. И я думаю, я пойду. Только перед этим нужно бухнуть. Это было в субботу. Я закупила еще бухла и позвонила в рейп-центр. Я говорю, так и так. Деньги у меня есть. Я тогда решила запашлять, чтобы это было по-тихому, чтобы, не дай бог, нигде не всплыло. Частным образом. Деньги есть, я завтра приеду. Я сижу пью еще, я понимаю, что я завтра никуда не поеду. Я им звоню и говорю, я приезжаю сейчас. Она говорит, приезжай сейчас. Меня взяла моя подружка, привезла туда. По дороге я еще умудрилась литра-два пива выпить, потому что я возвращалась с алкоголем. Вот этот вот момент. Нужно выпить на всю жизнь, чтобы запомнить этот момент. То есть смыковать. Какое смыковать? Во мне уже там, блин, бочка на самом деле всего. Я оказалась в рейп-центре. Где-то через неделю пришли наши любимые алкаши. И стало очень интересно, потому что люди... Сидит передо мной человек другого пола, из другой страны, другого возраста. То есть абсолютно сон не схожи, описывает те состояния, которые я испытываю постоянно. Беспокойство, раздражение, неудовлетворенность. Беспокойство, раздражение, неудовлетворенность. Для меня это были абсолютно нормальные состояния. Я думала об этом, как бы, ну, в этом вся фишка. Я забыла сказать, что я пыталась на самом деле некоторое время найти какие-то ответы. Поскольку, в принципе, моя жизнь была нормальной, я понимала, что это не от внешнего мне так хреново. Я понимала, что мои... Я, то есть в момент моего употребления, понимала, что что-то внутри со мной не то. Я помню, я ложилась на диван такая, она с бухлом, естественно. И давай в интернете читать про религии. Такая, окей, иудаизм. Давай смотреть, что это такое. Тык-тык-тык-тык-тык. А, шаббат соблюдать, свинину не есть. Все, мне это не нравится. Буддизм, о, классная штука. Читаю там, да, их не т-т-т-т-т. Мясо не есть, там, типа, благословлять все живое, радоваться. Не, мне это не подходит. Так я прохожу и понимаю, там, мусульман вообще, фи. Да, и так я понимаю, что я никуда не могу тыкнуться. Я не то, чтобы стремилась к Богу, но, возможно, я подозревала, что вот эти люди, которые ходят, ходят, ну, счастливые верующие люди. Не в плане религиозном, а в плане именно духовном. Они же как-то через это пришли. Я была уверена, что к этому можно прийти только через религию. Поэтому я искала там некие ответы, и я не нашла. Так вот, пришли анонимные алкоголики, и я каким-то образом, ну, я пошла за ними. Я помню, пришел Вова, и я, работая в Тель-Авиве, живя в Натании, приезжала два раза в неделю сюда послужить Вову. Он почему-то, да, вот он умел, чувак говорит, вот точно умудряется выразить то, что происходит со мной в душе. И он говорит, что у этого есть решение. Он говорит, что он там трезвый. На тот момент типа 8-10 месяцев было, как-то так. Вот. Он трезвый, да, он рассказывал, как он долго пытался сам бросить. Думаю, блин, я долго не пыталась сама бросить, но на самом деле я не хочу пробовать долго бросать бросить. Я не знаю, трезвости, даст ли мне ответы на все мои вопросы, но меня испугал вот этот момент, что я не могу бросить пить. Я не подозревала даже то, что в дальнейшем это влияет полностью на всю мою жизнь, не только вот это вот отречение от алкоголиков, отречение от алкоголи. Я пришла на группу, я помню, было буквально несколько человек. Одна из первых групп, в которой тоже я побывала, была группа Ваш Доди. Я помню, когда приехала, и там был круг чувств, и очередь дошла до меня, я сказала только два слова, сказала мне, мне одиноко. Это вот тот момент, то, что я очень чувствовала. На меня смотрели, улыбались очень вот так подружески, и сказали, приходи, приходи, посмотрите, мне вообще не одиноко, сейчас ни разу. Мне сказали, что нужен спонсор, мне сказали, что нужно выздоровление. Я сразу сделала так, как мне пошли, слава Богу. Я вообще удивительно, благодарна сообществу, потому что я вот недавно задумалась об этом. Столько людей в нашем сообществе лично, добровольно и с радостью предлагали силы, чтобы я протрезвела, вкладывали свое время, свои силы, делились своим опытом, пытались каким-то образом до меня донести. Очень много людей. Реально, тем либо иным способом, кто-то больше, кто-то меньше, но это исходило из каждого. Это то, что в первую очередь мне дало понять, что я не одна. Я не одна, и я не одна борюсь с этим недугом. У меня реально есть мои соратники, которые вот протягивают мне руку. На, пошли. Пошли. Сделай шаг из этого болота и пошли с нами. Мы не можем тебя оттуда тащить. Ты должна сама захотеть, ты должна пытаться делать попытки этих шагов. Через три с половиной месяца мне в голову пришла чудесная мысль. Я подумала, блин, вроде жизнь-то налаживается и вроде все нормально. Может, я не алкоголик? Может, я рано пришла, головой? Может, мне еще можно немножко побухать? Может быть, как бы все будет нормально? И на тот момент у меня полностью забылись те состояния, в которых я пришла в сообщество. Вот эта вот забитость и ненужность сжалась к себе, то, что я никому не нужна была, мне никто не нужен был. После нескольких попыток суицида, после, ну вот реально, когда жизнь внутри, она полностью разрушена. снаружи еще какие-то там зыждется что-то, но внутри полностью, ну, руины. У меня через три месяца пришла вот эта гениальная мысль. Я думаю, о, пришло время бухнуть. Но я, я бухать побоялась, поэтому я думаю, нет, ты знаешь, я бухать не пойду, я просто очень люблю вкус пива. Я куплю себе безалкогольное пиво. Когда дошла до киоска, я уже купила не безалкогольное пиво. И как только я купила пиво, через час у меня уже был в руке косяк. Ну, я умею. Телефоны борют, почему-то я боялась стирать. Ну, вот мы там с ним вот хорошо время проводили, там, на вечеринке, там и так далее, что я буду стирать? Обманывает голова, да? Что я буду стирать номера? В тот момент, в ту же секунду, с первым блатком, он даже не то, что вот не принес вот это вот, как раньше было вот это, ах, хорошо. Вообще не было. Вообще не было. Я вот, как будто бы вот на меня реально купол стеклянный наделся. Я не туда, не оттуда не могу ни постучать, ни выбраться, ничего. Меня как будто отрезало. Я мгновенно почувствовала тут одиночество. То есть, вот эти три с половиной месяца, когда я пыталась, когда искала Бога, когда я пыталась каким-то образом наладить с ним связь, мгновенно все. Я думала, что-то он закрыл мне двери со всех сторон. Типа, аа, вот на получай, нифига. Я сама таким образом отрубила себя. И это был на данный момент один из самых страшных моих вот этих воспоминаний, которые не уходят у меня. Я очень помню четко то состояние, которое в одну секунду. В одну секунду. То есть, мне даже удовольствие, вот эти вот меры, которые я предпринимала, чтобы как-то кайфануть, они вообще ноль. это было в феврале, я попыталась выбраться с 13 февраля по 21 июня. Я пыталась каким-то образом выкарабкаться. На самом деле, это было страшно, потому что я ходила в сообщество. Было время, когда я долго врала о своем сроке трезвости. Я приходила в сообщество, у меня еще любимая фишка была, да, я до этого любила наслушаться каких-то спикерских и прийти оттуда что-то умное такое зарядить, чтобы всем показаться. Типа, смотрите, я выздоравливаю. Мне вообще казалось, что все слушают спикерские, и все таковы где-то что-то читают. Я никогда не думала, что люди говорят сами о себе и о своем опыте. Я думала, люди приходят вот здесь такие покрасоваться. Покрасоваться и сказать что-то вот такое невероятно важное, что вот нужно научиться говорить, что такое важное и классное, чтобы вот человек услышал тебя и пошел делать шаги и трезветь. Я была уверена, так это работает. И у меня не получается протрезветь. Все мои усилия направлены на то, чтобы провести на вас хорошее впечатление, чтобы показать, что я не такая, как вы, что я в мой случае не такой плохой, как у вас. Чтобы каким-то образом, да, вот этот момент, вот есть я, есть вы, вы клевые, я вас люблю, мы обнимаемся, да, и вот этот момент был у меня очень долго, пока я поняла, что, стоп, а кого я обманываю? Я так ману в первую очередь себя. Я не являюсь тем человеком, который говорит это от себя, основываясь на своем опыте. Я являюсь человеком, который, услышав это у кого-то, подумал, ага, это классно, еще можно записать, чтобы выучить, да, либо там послушать несколько раз, чтобы прийти и вот это вот вам смотреть. Сама додумалась. Пока я вот это не увидела, а я не видела, что это так, я думала, я вот, вот, нужно приходи на группу отдавать что-то. А мне нечего было отдавать. Что мне было, я могла, чем я могла поделиться с вами? Могла поделиться то, что я говорю, что у меня полтора месяца трезвости, а сама там, мне еще руки трясутся? Нет, так вот можно сидеть, чтобы не палиться. Я думала, никто не палит. Я вот потом уже, да, уже находясь в сообществе и по людям новым, которые пришли до меня и после меня и так далее, я вижу, что в определенный момент лицо меняется, человек меняется, взгляд меняется. Это изменение, которое происходит даже вот во внешнем, не только во внутреннем, но во внешнем. они проецируются изнутри, ну, изнутри, изнутри, во внешнем. Вот, и мне реально стало страшно, я поняла, что не, стоп, я алкаш, я алкаш, я алкаш не только из-за того, что алкоголь таким образом мной управляет, что в любом случае я начну пить, что вопрос только когда, а у меня это когда не будет через 20 лет, у меня это когда будет, блин, максимум через неделю. Вопрос в том, что я еще больна, да, и вот здесь вот, и вот здесь вот, мое, у меня дурная башка. Я в 15 лет начала духать, мне через неделю 30 будет, где вот эти 15 лет? Я ничему не научилась. Я умею разные коктейли делать, приготовить там, сварить какую-то наркоту, еще что-то, это я могу. Классно, классно социальные навыки. Вот, и мне реально стало стремно, и я начала реально искренне молиться на коленях, чтобы мне Бог дал спонсора. Я тогда искала очень спонсора, и это чудо пришло. Это чудо прилетело. Вот, я ее помню, видела, по-моему, третий раз в жизни, она прилетела на неделю, я ее увидела на ее спикерской, «Пожалуйста, умоляю, спаси меня, будь моим спонсором, пожалуйста, не отказывай мне». Она такая «Хорошо», и улетела. Через два дня мы с ней созвонились по скайпу, я ей тоже брала, что я полтора месяца трезвая. Вот, и день моей трезвости 21 июня, началась шагать 23 июня. Я вообще много разговариваю на работе тоже, и здесь, ладно, простите меня, если это много информации. Сколько минут? Я поняла. Выжмем из этого все. Я, у меня не было такого, чтобы у меня был созвон спонсор два раза в неделю, у меня не было такого, чтобы я хоть раз была не подготовлена, не сделавши домашнее задание. У меня не было ни одного, мне ни разу спонсор не намекало, по крайней мере, до первые там несколько месяцев, в плане того, что я делаю что-то, я не выполняю что-то по ее рекомендациям, я вцепилась зубами в это невероятно. У меня так получилось, что у меня в жизни не осталось ничего, кроме групп, домашних заданий и работы. Все как-то вот у меня отвалилось. Друзья меня не беспокоили, какие-то романтические отношения, все это как-то вот ушло в сторону. Идеально всегда для выздоровления. И мне ничего не осталось, я реально каждый день занималась, я делала эти задания, я о себе узнавала кучу всего, кучу всего. Да, по прошествии, и я понимаю, что, блин, реально проблема во мне. И как вот, да, книга у нас написана, и говорят известные спикеры, только это же самая лучшая вообще новость. Потому что я ничего другое изменить не могу, но я могу изменить, да, нечто, ну что ж, нечто, что во мне. Поэтому я очень с сорвенением взялась за эту программу, я довольно-таки быстро, да, мы прошагали, то есть у меня было где-то около трех месяцев трезвости, когда я начала вести группу «Феникс». Вот, и как-то вот, ну, все это началось вот так вот. Самое сложное для меня на данный момент это не забывать, что главная моя задача – это 12-й шаг. То есть применять эти принципы во всех наших делах. Мне, я тоже думала, я сделала, сделаю шаги один раз, и все, я прошу пить, моя жизнь будет классной, я буду там два раза ходить в неделю на собрание, там что-то делать и так далее. На самом деле мне эти шаги приходится применять раз за разом, день за днем, во многих жизненных ситуациях. Мне это тяжело, потому что это не так, как я хочу. Но мне это радостно и дает силу и надежду, потому что результаты хорошие. В конечном итоге результаты этих действий, ну, он замечательный. Я не знаю, здесь мой второй дом. Вы моя семья, и я очень вам, каждому из вас благодарна за то, что вы есть в моей жизни, за то, что вы делитесь со мной, за то, что вы поддерживаете, за ваши поздравления, за ваши, я не знаю, вы реально, вы видите, когда вот со мной что-то вот не то, и меня такие, все хорошо. Все хорошо. Мучает тебя, десятый шаг. Не отпускает, давай, четвертый шаг. А ты сидела, двенадцатый шаг? Когда ты ходила последний раз с Лукашом, вот только что протрезвевшим, говорила? А вот что, а как? А как твои отношения с родителями? А вот сделав девятый шаг, ты продолжаешь его возмещать? Ты же пообещала быть хорошей дочерью. Как у тебя отношения с мамой? Вы мне постоянно вносите меня, возвращаете меня в эту рамку. Я же постоянно убегаю. Потому что мне постоянно опять кажется, что жизнь моя наладилась, и все, сейчас будет только хорошо. Я рада, что жизнь моя в трезвости, она разная, бывают разные дни. Я могу с уверенностью сказать, что моя трезвость счастливая, радостная, свободная. Я рада, что бывают дни, когда это чуть-чуть похуже. Меня это уже вводит в какой-то сразу, ага, что делать? Быстро нужно что-то бежать делать, да? Но я вспоминаю, что жизнь – это часто разные события, все нормально, и здесь есть вы, у меня есть мой личный бог, всемогущий, вселюбящий, да? Мой друг, с которым я могу общаться всегда и повсюду. И это на данный момент является, я хотела бы сказать, самой важной частью в моей жизни. К сожалению, я так сказать не могу, но я к этому стремлюсь. Я благодарна ему, и не знаю, за что он дает мне это, потому что я знаю, что это дается мне все вот это авансом. Но я прошу у него силы, чтобы он мне дал, чтобы я могла возвращать это обратно вам. Вам, кому это потребуется, те, кто меня окружает. Я вас очень люблю. Спасибо большое. Спасибо, Катя. Переходим к поздравлению. Я думаю, что, наверное, первый Александр. Сделай красиво с вами. А там уже пойдем. Саняшкин. Вау! Саняшкин. Катя, Катя, будь молитвен, пожалуйста. Пожалуйста. Катя, я продолжаю тебя. Я очень люблю. Молодец. Я помню Катю, когда первый раз пришел на группу, как раз так получилось, что Катя была... Когда я первый раз вообще попал сюда, это была моя домашняя, первая группа такая, вот стационарная, так сказать. Как раз вот Катя была. Было человек 10 всего. Вот. И как-то вот, ну, как-то вот была Лена и Катя. Как-то вот я их запомнил. Лену и Катю. Там, из женского, так сказать, корректива. Вот. Потом меня помню так, интересная вещь такая. Как бы я начал ходить, через какой-то период вдруг Катя сказала о сроке трезвости. Почему это за срок трезвости? Меньше, чем уменьше. Блин, как это. Трезвость. Ну, считать не умею. Ничего еще. Как это так могло произойти? Что это? Что-то перепутал я чего-то. Потом мы с Катей разобрались. Она мне рассказала, все мы. Помню, был такой период у нас, когда Катя делала служение. Мы ездили на моей машине веселой, которая то ехала, то не ехала. Ну, конечно. Она так весело у меня. То глохла, то не глохла. Мы переживали, опоздаем, не опоздаем. Вот так вот. Что-то обратно, она ехала нормально. Когда туда, она могла подвезти. Катюня молодец, потому что, я скажу такую вещь, допустим, именно в Фениксе, мне кажется, большой толчок получилась при Катине выздоровлении. Ну, когда Катя была. Ведущая там, скажем, группа. В общем, много народу, кто обратил внимание вообще на нашу программу. Ну, как бы там, соседний кооператив, но не важно, как он как выбрать. Да. Так что Катенька, наверное, души. Аплодисменты. Не записавшийся уже Денис Берден. Возвращайте вас. Денис, алкоголик. Привет. Катя, Катя. Я сегодня читал вот эту штуку утром, ну, в начале группы. И фраза, которую я вот, честно, слово, вот сейчас ее увидел. Вот я не видел, да, вот с плюсом года, я сейчас ее прочитал. Наше описание алкоголика, глава обращенной к агностику, а также истории нашей личной жизни до и после принятия программы. Оказывается, в нашей жизни весь период до и после принятия программы. Вот я очень четко помню и на моих глазах вот этот вот период до и после принятия программы. И я много раз говорю это разным людям. Есть люди, которые вот выходят на руку, я вот смотришь на него и хочешь, чтобы человек попризвелся. То есть люди, которым желаешь трезвости. Да, как-то вот всех любишь одинаково, но каких-то вот думаешь, вот видишь, что хорошая человек, что душа какая-то светлая, что желаешь ему трезвости, хочется как-то... А нет у нас сил дать капитуляцию никому. То есть можно бесконечно говорить, а дать капитуляцию, как меня спонсор научил, это да. Да, он либо есть, либо он нет. То есть это от Бога, да. А только через капитуляцию есть вход вот, да, вот это все. Я очень хорошо помню, что вот это вот проиметание, да, вот. И хочется, я не знаю, ну вот что с тобой сделать, чтобы тебя вытопнуть, да, из этого болота, да. Нету, нету способа. Слава Богу, это произошло. Слава Богу, это вот год. Я помню для меня год, мой, да, это была самая страшная фантастика. Вот именно год, я не мог его так не осознать, не понять, думаю, год, блин, год. Для меня там пять часов трезвого это много оказалось, да. Год. То есть я трезвый год это вообще в одном предложении меня не выстраивало. Я тебя очень поздравляю. Очень. Я в своем лице обрел какого-то такого близкого человека очень и единомышленника, и какого-то такого очень доверенного, доверенного лица, ну, да, очень близкого. И я тебе хочу сказать одно, что ты единственный человек, вот из всех, кого я знаю, кому я, который я считаю, вот я эти железные человека. В три месяца пойти Викторию везти, там, эту, Феникс, вот пойти там, кто там, кто будет в служении, кто Виктория, я, кто будет в списке, я, кто напишет, я. Она сегодня зарегистрировала нашу группу, в Америке написала, на сайт, да, зарегистрировала. То есть и люди, которые там годами раскачиваются, я не знаю, я готов, не готов. То есть я помню, как я там, как всего боялся. Она все это делает. Девочка, да, спасибо тебе, Львову, вот даже обнимусь. Спасибо. Добрый вечер. Всем, меня зовут Влада, я алкоголик. Катя, поздравляю тебя с твоим юбилеем и дай Бог, не последний. Я тоже помню первый год и я что-то не совсем понимал, что происходит, вроде ничего не сделают, что-то меня поздравляют и тому подобное, да. Но вот это все происходило на моих глазах, так сказать. знаешь, испытываю тебе большое уважение, учитывая твою историю, учитывая твой возраст, да, вот это желание изменить что-то вот в себе, вот эту внутреннюю силу, да, вот этот вот огонек, который сегодня горит, и дай Бог, чтобы он не угас. Это супер. Я всегда отношусь к уважению к людям, которые сами пришли в эту программу. ибо я бы сам не пришел бы никогда, во-первых, я точно так же не верил ни в какую религию, я думал, это все чисто для отвода класса, а уж тем более я бы не поверил вот в это вот сообщество, которое здесь собирается, что-то хлопает, что-то любит, кого-то обнимается и тому подобное. собрались и разношлись. Ну, что это такое? Церкви-то, ладно, хоть и сами сидят, мы здесь участники посидели, поговорили. Но, тем не менее, это все происходило, так сказать, я присутствовал при твоем взрослении, при твоем вот этом вот, до и после, как ты не сказал, да, помню твое то падение, вот это вот. Классно, продолжай, продолжай, люди там, если ты не нужна, ты не дай что-то себе. Гай, пожалуйста. Да, привет. Эй, спасибо. У меня здесь Гай, алкоголик. Привет. Вау. Ну, Катя, ну, для меня, ты понимаешь, я, как я скажу, очень ценный кадр для общественного мира. Голико-митрая. Серьезно, реально. Ну, для меня лично, да, вот, девочка, протрезвевшаяся одна, случайно, и сразу, бум, вторая девочка протрезвенная, а вообще, ни спонсоров нету, ничего, как это, ну, как это все нарабатывается, и все, что есть, это вот этот уровень готовности, капитуляция, все, дар от Бога, все, и такая работа, и все, как в книге написано, да, готовность, второй день спонсора, работа по шагам, служение, да, там, не знаю, год прошел, уже твои девочки, да, я лично знаю, что уже делают девятые шаги, и работают, как прописано, я не знаю, как в Плидре, там, я не знаю, 95%, как в этом, в Акроне, никто не сидел, ждал годами, когда же, вот, созреть до спонсорства, нет, просто делали программу, 12-й шаг, это часть программы, выздоровление, нет 12-го шага, нет всех остальных, комплекс должен быть программ, и для меня это очень четко, ну, показалось, что я, я трезвую благодаря правильной программе, и она именно так работает, все 12 шагов комплекса дают, и вот доказательство, доказательство ты, и это просто легко, не такой уж такой, трудяга парень, да, такой, коммунист, активист, нет, просто делай то, что надо, и все, и слава богу, поэтому я тебя люблю, горжусь, хвастаюсь, и тобой, и, и, и обнимаю тебя. Спасибо, да. Вот, следующий, я кусался, жги, жги. Катюха, я-то как бы тоже, все на моих глазах, да, вот ты озвучил это, насчет того, как ты ходил, вот это все, ну, я-то тебя видел, потому что я, в своей практике, умудрился группу обманывать, где-то полтора года, я со спонсором работал, я четвертый шаг на куре написал, ну, то есть, чтобы ты понимала сразу, это было видно за километр, то есть, однозначно видно, мне, да, некоторые со мной даже советуются, натируют, слушай, ну, я говорю, похоже на то, что да, да и бог, конечно, но это не выглядит здоровым, чем это, не выглядит здоровым человеком, вот, а потом, значит, ну, вот, свершилось, да, и я не помню, где это, это книга, или у кого-то из стариков спикерские, что вот, наблюдаешь новичков, у них рост бурный, как у сорняка, то есть, не поливать там не надо ничего, вот, оно растет само, и вот, во все стороны, да, и вот у тебя вот так вот поперло, то есть, ты, в таком хорошем смысле, репейник, вот, ты вцепилась, как репью в эту программу, и тебя вот прет, это очень здорово, пусть тебя прет дальше, и, как бы, уже было сказано, я только присоединяюсь, столько, сколько ты сделала для этой конкретной группы, вообще для программы, но это бомба какая-то, так держать, я тебе хочу еще одно приятное такое передать, сюрприз, я же звал ребенка сюда, и она сегодня мне позвонила, специально позвонила, извиниться, что она к тебе не придет, ей надо идти смотреть квартиру, папа, она такая классная, она тогда со мной поговорила, очень хотела бы к ней прийти, ты, говорит, папа, меня еще приглашай на юбилей, я обязательно буду потом приходить, когда будет время, я говорю, окей, это моя обязанность, я буду тебя приглашать, Катя, привет, и вот я очень рада за нее, Катюха, я тебя очень люблю, это, ну, это бомба, взрывайся, взрывайся дальше, расти как со мной, спасибо, Виля, Катюша, я очень рада быть, поздравляю тебя сегодня, на самом деле, не ты бы здоровала на моих глазах, я, наверное, скорее всего, на твоих, но, я скажу честно, мне было очень тяжело прийти сюда, я не знала, понятия не имела, что такое на нем алкоголики, но, как представляют это мужчины, алкоголики, когда я пришла сюда, и так это и было, почему-то я запомнила тебя, твои слова, я не помню, кто еще был, по-моему, Лена была, я точно не помню, я думаю, господи, девочка, вот такая молодая девочка, говорит такие слова, как будто она знает что-то обо мне, то же самое, вот это меня привлекло, поэтому я пришла второй раз, вот то, что я услышала твои выступления, и на самом деле, ты мне очень помогла, вот эти твои спикерские, которые ты мне скачала на флешку, я тебя сразу попросила, скачала, когда мне очень было плохо, мне так они помогали, я на самом деле, всегда приветливая, всегда улыбалась, я всегда как будто прям родная, вот теперь я это понимаю, что это да, что ты чувствуешь себя, все я чувствую ко всем вам, на самом деле, ты очень помогла мне вам, выздоровление, я так прям расчувствовалась сегодня, я так рада тебя, благодаря тебе, благодаря тебе. Спасибо, дорогая. Я так все подгоняю, на самом деле, у нас еще много времени, так говорили, говорили за бонду, да, Саша, пожалуйста. Катюшенька, за этими музыками не успеешь, они уже почти все сказали, ты лицо нашей группы, ты наша улыбка, ты солнышко, мы с тобой так трезвели примерно параллельно там, плюс-минус, скажем так, но я, конечно, из тех, кто долго думает, и берет разбег, а ты за это время успела все. Энергии у тебя, конечно, дай Бог каждому, я тебе желаю как можно больше ее получать от своего Бога, быть всегда рядышком, а мы тебя будем любить и поддерживать. Спасибо. Я, Игорь, ты на себя наговариваешь, я не помню, я знаю тебя давно, насколько я помню себя в программе, в вообще, в вашей организации, я не помню, о чем ты говоришь, я знаю, но когда-то у меня случился такой личный случай, я должен был кому-то что-то доказывать. Я так благодарен, что в это время прозвонил телефон и пришло в твое служение, я его прочитал, я написал тебе, я был очень тебе благодарен, что я что-то не сделал. Наша программа почему-то так устроена, что нужно вот не назидание какое-то, нужно, вот Богом дано, что нужно прочитать именно это, именно сейчас. Вот именно сейчас. И так случилось. Я тебе сразу писал, я благодарю до сегодняшнего дня, я благодарю, я не знаю, как он по звездке ты говоришь, очень открытый, ты честный человек, я заведую тебя твоим служением, как ты это все делаешь, заведую ты белой завистью, я тоже хочу так делать. Я тогда тебе написал, что в моем возгорвении есть твоя частица, я вам оставлю до сих пор, я тебе очень благодарен за это. Вместе, мы вам да, как-то не помню. Спасибо. Приятно оказаться на группе в половине у нас общества. Я уже не первый раз на группе, на сроководиках. В моей дороге было уже такое, я выходил на лидерингов, когда еще, где-то тяжелее, вот это делал. Катя, наверное, я вижу, у меня как Катя оценится как работа, вижу ее каждый день. Ну, Мишиш и Шабабы. Понятно, я делаю. Иногда плывается по пятнице. И я, наверное, живу так, что что-то происходит в моей жизни, оно происходит по воле души и силы. И в моей жизни происходит то, что в моей жизни всегда есть зависимые люди. Не имеет значения, кто это. Наркоман, алкоголик. Я всегда попадаю в какое-то сообщество рядом. И попал на работу, и человек оказался тоже в сообщество. Все это для чего-то, я считаю, для чего-то и как-то. Значит, для чего-то меня он там поставил, для чего-то я там нахожусь. И так получается, что мы каждый день практически с ней общаемся. Иногда это просто ни о чем. А иногда о чем-то важном. И я могу сказать, что беденцевский человек очень многое слушаю. И насколько она делает для сообщества, это очень круто, это очень сильно. Насколько она подняла русское сообщество, эй, это очень круто. Я даже общаюсь с другими людьми, говорю, что у меня есть знакомый человек, насколько продвигается это сообщество. И я очень рад ее действиям или тем делам, чтобы она продолжала так. Это очень нужное дело, это очень важная вещь в нашей жизни. Нести весть в выздоровлении, потому что быть чистым, может стать, по-моему, каждый, но оставаться чистым это проблематично. И я хочу пожелать Кате, что ты молодец, как ты продолжай так же, делать то, что ты делаешь. Слушай других людей, научитесь звонить и общаться, даже когда плохо, научиться звонить и общаться и рассказывать то, что у тебя происходит. Это очень важно. И я хочу все еще сказать, что продолжаем, надеюсь, мы еще будем встречаться. Может быть, мы будем завтра опять встретимся и общаемся. Валерий Кузьмин, я хочу сказать спасибо огромное, что я помню тот Курим, когда мы только с тобой познакомились, только пошел работать. У меня было несколько дней трезвости, и я увидела этого человека, то есть мы с тобой знакомились через фейсбук раньше, чем познакомились в реальной жизни. Он не отходил от меня. То есть он знал, что я в сообществе. Он видел, что мне очень комфортно. Человек от меня не отходил, реально. Все у тебя хорошо, у тебя придется сока, хочешь выйти, хочешь прогуляемся, хочешь ты-ты-ты-ты-ты-ты. И это, ну, для меня тот момент очень остался в голове. и спасибо тебе, что у меня было. Спасибо. Девушка, пожалуйста. Елена, алкоголик. Катя, я тебя поздравляю. Я вспоминаю, честно, когда я тебя первый раз увидела, я удивилась твоему тоже сроку трезвости, думаю, или я так думала, так вот так несколько должно быть. и вообще очень мне нравится то, какая ты, сколько ты делаешь для всех. Я, честно, интуитивно, вот как-то даже замечаю за собой, и иногда на собраниях у меня бывает такое состояние какое-то душевное, не очень. Я глазами тебя ищу, и я гляну на тебя, знаешь, я никогда не видела тебя там растерянной, какой-то такой, не чувствовала уверенности в себе, я на тебя вроде бы гляну, знаешь, и мне как-то спокойнее. И я тебе желаю, чтобы ты такое оставалась, чтобы твой огонек не иссякал, энергия твоя так ключом на всех распространялась. Спасибо большое, что ты есть. Катичка, пострадаю. Спасибо. Оля, пожалуйста. Добрый вечер. Оля, алкоголь. Катича, что я могу тебе сказать? Я тебя увидела в лице стрибтории, когда была в шпузите. Пришла. Думаю, ну, какая-то девчонка пришла, ну, сейчас это, типа, трезвая, ну, сколько. Потом тоже, я очень сильно удивилась, когда, что пять месяцев трезвая. Я так думала, что поводит. Думаю, и что она сюда пришла вообще? Что она хочет сказать вообще? Ну, я тоже была пять месяцев, я была и по полгода, ну, а дальше что? Ну, я же здесь. типа, сколько у тебя возьмет времени опять быть здесь? Вот. Но я очень рада, я действительно, я вот это вот услышала, и мне это было важно услышать от женщины, потому что я понимала, мама, мне всегда мама сквердила, ты, женский алкоголизм, все, нету ему зрения. и как-то так, я думаю, ну, вот полгода, типа, то-то, и вот это вот меня зацепило, и потом вот я ходила на группу и все, у меня никто никак. Я думаю, нет, тут не мое место, тут, и вот когда я пришла сюда и увидела тебя, услышала тебя, думаю, нет, вот это вот алкоголь, и здесь вот, нет, мое место. Вот, я очень благодарна, конечно, что ты есть, что ты, я всегда заражалась своей готовностью, вот это вот, я, я везде, вот, я, конечно, сегодня рада, что в нашей жизни вместе переплетаются, мы вместе шагаем, я очень рада, скажусь тобой. Игорь. Я просто, я просто, я просто радуюсь, это был настоящий, друг, я не знаю, когда только не позволишь, я тебя, ты, помашь, новую долгу, я никогда не знаю, но звоню дома, песня, не абсурдат, ты, не знаю, ты мне помогаешь, я горжусь тобой, не знаю, я сейчас все шутят. Валера. Я, Валера, алкоголик. Ну, мы с Катей начинали, Викторию вместе, там же познакомились, вместе начинали ездить на группу сюда, тоже с Натанией, оказалось, когда познакомились мы вообще еще с Россией, с одного города, земляки. Мне понравилась целеустремленность ее к поздравлению. Она даже поменяла город Натанина Батьян, переехала сюда жить, и она, не знаю, была, как бы, моим вдохновителем, так как, общеизвестно, что женский алкоголизм сильнее, чем мужской, и ее, как бы, целеустремленность к трезвой жизни, она и помогла, также, поздравлению, и также, когда закрывался Матнас, летом, она также предоставляла свою квартиру, чтобы группа не останавливалась, чтобы группы продолжались, я очень помню, ее гостеприимство было, спасибо огромное от нас всех, не только от меня, вот, ну и продолжай в том же духе, ты умница. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ира. Ира, Павелич, привет. Я уже присоединяюсь, сколько у вас поздравления, и хочу сказать, что когда я пришла в первый раз, когда я начал ходить, я еще по 5 лет она пила, и я смотрела и думала, что девушка, здесь вот эта девочка, как бы она не на месте, а потом, когда узнавала историю, и думала, мало того, что она яркая, красивая, она еще не ровная, это мое, я еще не знакома была, мне всегда нравились свои яркие выступления, это написала, это на память, вот, и потом я подумала, эта девочка, она как дочь папка, она как она проводит, и она принимает участие, какая она активная, ну, вот я, я желаю тебе всего самого-самого доброго, особенно желаю тебе больших друзей, личного счастья, и хочу, чтобы жизнь тебя баловала, заработала, и я почему-то, вначале мне было тяжело, не потому, что я Бога не приняла, ну, так я размышляла, просишь высшая сила, Бог обязательно дает, то что просишь, и я начала заморачиваться, как же я поймусь, как же я поймусь, мы уже не молились, мы уже летом, не так, не так, вдруг я смотрю и получаю, от меня это просто, помнишь, ты послал, спасибо. Душа, 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 Катюшенька, я действительно тебя поздравляю, от всей души, ты настоящий молодец, у тебя прошел год бурной трезвости, по моей трезвости, по выздоровлению, я как вижу тебя все время вспоминаю этот фильм, кирпичный завод, выгрузка вагонов, все я, я не знаю, у меня сложился, лично мой образ такой, как я тебя вижу в группе, ну, многие женщины считают, как образ мужчины, это кошелек с ушками, так, ты для меня, лично для меня, являйся комком энергии, неиссякаемый улыбок, я понимаю, поздравляю тебя. У меня список закончился, а время есть, я хотел бы мысль развить, насчет кирпичного завода, просто я, ну, на моих глазах, то есть, те вещи, которые, вот, в хостель, я еду в хостель, сидят дядьки такие, да, вот, Леша знает, что там за дядьки в хостеле сидят, я там сижу, у меня мурашки по спине, и камеры между нами, на диване между ними сидят, я на них, блин, ну, как вот, что должны тебя двигать, да, вот так вот, сколько должно быть, вот, веры, на самом деле, и это, ну, это не какие-то одноразовые слухи, да, это вот норма поведения, в тот же там Феникс, мы едем, где-то еще, я вот, это вот мысль, которую я не покидала, думаю, ну, я, ну, вот, где насилию берет, где наберет, ну, почему и дома не сидится, две собаки, пускай там брошь какой-то варит, нет, у нас единочий Феникс едет, там, за 3-9 земель, и это вот, для меня лично, это пример, для меня это пример, вот так должно быть, вот это сначала первое, сначала главное, а потом уже борщи, собаки там, и все остальное, и оно подтянется, то есть, ну, ну, как я понимаю, спасибо. Спасибо тебе, за то, что ты так делаешь. Ведущая от русской половины, помнишь такое? Да. Вот, я помню момент, меня вот настолько он, как бы, зацепил, когда как-то так получилось, там вот эта перетрубация, группы там, вроде как первое выступление там прошло, ну, это начало, как бы, потом пошло перетрубация, там стояли, там была американка, две американки, и одна израильтянка, и, как я, как бы, три, не русских, так скажем, одна русская, и вот этот момент, он настолько мне даже смешно стало, то есть, я так первый раз этот американок видел, вот так вот близко, то есть, издалека, они вроде, люди, как люди, как бы, так вот, ну, так вот, нормально, а близко, когда я подошел, меня вот это, просто выкосило, помню, этот момент, они как искусственные люди, то есть, они вот, вот какие-то куклы, куклы, они не настоящие, они даже как-то так, не по себе стало, и стоит Катя, вот она стоит с краешку, и она живая, вот три манекена, и живая Катя, то есть, насколько вот эта вот, разница такая, тык-тык-тык, реально, три манекена, и Катя, и мне этот момент, вот так вот это убил бы, я не знаю, почему-то я такой, мне как-то вот, Кате даже после этого, наоборот, еще больше, какое-то тепло такое, это не чувствуется, это на тепло, именно, что вот эти вот, они там, там что-то бу-бу-бу-бу, я не понимаю, что они говорят, а тут вот как-то так, вот спасибо, что ты есть, спасибо, спасибо, Катюшка, я с твоей стороны тоже хочу тебя поздравить, пусть я здесь недавно, да, но я думаю, со временем мы познакомимся, если не хотите поздравлять, можно своем и наболевшим, все равно это по-прежнему группа анонимных алкоголиков, то что сейчас вы выразили в словах все вместе, так вот собрано, да, я вижу, что это от чистого сердца, не знаю, замечаете ли вы, но я это замечаю, как бы, ну, по ходу действий, по ходу наших групп, по ходу нашего повода общения, вне, вне, да, вот этого стола, я чувствую, ваше теплое отношение ко мне, вашу любовь, это то, что дает мне силы, я без вас не могу дальше продвигаться, у меня нет внутри, как вы говорите, да, вот этого огонька без вас, я ничего не произошло в моей жизни, только продолжала бы она дальше деградировать, деградировать, если бы вы меня не встретили, вы бы не повели меня за собой, да, и толкая меня сзади, и всячески пытаясь навести меня к выставке, поздравлению, и, несмотря на то, что в мою сторону было сказано очень много, плесных мне слов, и мне очень было приятно, я на своде рождения столько не слышу, да, и это здорово, классно ощущать себя любимой, нужной, и, я хотела, хочу поблагодарить, в первую очередь, своего бога за это, потому что, все это исключительно его заслуга, я в себя никакой огонек не вселяла, я никакую улыбку, да, ничего такое в себе лично не делала, это нечто, что он мне дает, вот эти силы, эти желания, это то, что, ну, благодаря, ему, возможно, я стала, как-то, ну, может быть, чуть-чуть лучше, вот, спасибо за то, что вы, ну, воспринимаете меня так, за то, что вы все пришли, за эти теплые слова, это, ну, реально шикарно, реально, прям шикарно, спасибо вам, люблю вас. Привет, привет. Я надеюсь, что у тебя очень много всего интересного будет еще впереди, и я когда сюда приехал, ну, мне, например, было тяжело, чтобы мы попали на твою домашнюю группу, вот, я такой ленивый, который, ну, вообще сейчас, конечно, ни по каким шагам не работаю, то, что прихожу сюда, и как-то, это мне помогает, хоть, мои трезвости, и ты мне помогаешь вообще, я вспоминаю, как это было, первый шаг, это вообще все здорово, спасибо тебе. Спасибо. Спасибо. Ну, еще пару минут есть. Александр, добрый, привет. Привет. Я хочу присоединиться там, всем поздравлением. Я тоже, как бы, ты говоришь, ну, не в душе, как будто, и вообще в жизни, сейчас такой тоже период, как будто я все потерял, как бы, и ничего нет уже, такого дорогого, или стоящего, как бы, до такой степени уже упал, и свалился, просто, я вот слышу, то, что ты говоришь, как бы, то, что люди на группе говорят, меня это поддерживает, это мне дает, как бы, как бы, энергию какую-то, там, чтобы держаться на плаву. Я хочу сказать, что ты один из тех людей, которые также мне очень помогают, и очень сильно дают энергию, держаться, веру в то, чтобы держаться, и как-то еще продолжать жить, как-то дальше идти. Вот. Я тоже благодарю тебя. Окей, переходим к множественной части. Нина, пожалуйста. Что ты? Это жесть. Да. Я с бутылкой. Катюха, я хочу тебя поздравить. Я, во-первых, чуть-чуть образом совершенно вообще не пропорожить не учила. Я попадала к тебе в подспонсорные, потому как, вообще, пять лет я вообще дурака валяла, ну, очевидно, была не готова. Потом я нашла себе спонсора, я очень, да, очень долго ждала этого. Вот. И вдруг мне Господь сделал такой подарок. Я вообще, я в шоке просто. Я даже не ожидала. Вот девочка такая, ты нашли. Сроки у нас почти одинаковые. Я тоже была в шоке, когда узнала о твоем сроке. Ну, ты для меня такой пример. Ты образе... Она очень мудрая, между прочим. Она такая... Я думаю, я... От Бога. Я старая тетка. Как вообще мы с ней будем делать ровно? С Божьей помощью. Я очень благодарю Бога за то, что Он таким чудесным образом тебя мне подарил. Я тебе желаю всего, что тебе тут мы желали. Ну, по-другому сказать, яркое, классное, мудрое и трезвое. И трезвое. Спасибо. 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 У нас осталось последние пару минут. Я на правах ведущего верну нас немножко к просьбе жизни. Я хочу в конце встречи всем напомнить про вот эти вот листочки. И это самая, наверное, важная часть группы. Юбилеи – это здорово. Но юбилеи на группе происходят тогда, когда группа принимает участие в работе самой себя. Когда участники, члены группы активно занимаются выздоровлением. Поэтому я еще раз всем напоминаю, разберите, просмотрите, отнеситесь к этому с уважением, с пониманием. Спасибо заранее. Ну что, будем закругляться. Есть еще пару минут, если кто-то вдруг хочется сильно сказать. Катя, я тебя люблю. Я вас тоже очень люблю, тебя в частности. Окей, друзья, будем закругляться. Замечательно было сегодня. Катюша, еще раз, мы тебя все очень любим. Продолжал делать то, что ты делаешь. Наше собрание подошло к концу. Спасибо, что сегодня предоставили мне возможность провести эту встречу. Если я кого-то обидел, прошу прощения. Я сегодня прошу убедительно помочь убрать. У нас действительно есть, что убирать. Хочу напомнить вам, что мнение высказано на встрече, это личное мнение и опыт каждого, а не мнение, а в целом. Закончим наше собрание декларации ответственности анонимных алкоголиков. Если кто-либо, где-либо, будет страдать от алкоголизма или зависимости, я хочу, чтобы рука помощи протянулась к этому человеку. Я отвечаю за это. Спасибо, давайте помолимся. Боже мой, дай мне разум и душевный покой, принять то, что я не в силах изменить. Мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого. Аминь. Спасибо. Ура! 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 ура!